Приветствую вас! Очень хотел бы помочь вам в вашей ситуации. Желко, что вы не задаете вопроса, то есть непонятно, какое именно чего вы хотите, какие для вас варианты урегулирования этой проблемы приемлемы, готовы ли вы работать над собой, не готовы ли вы работать над собой. Этот момент, вообще говоря, не очень понятен, но я прочитал ответы экспертов, понял, что они сказали, дабы не повторяться, и, в принципе, вам тут сказали и детско-радительские отношения, из психоанализа, из зависти от женщины вашего рода, и, там, что-то еще. Но никто не сказал вам вот такого момента. Знаете, дочь от брака, другого брака, дочь от другой женщины, чужой женщины, которая, как бы, напоминает вам о том, что вы у своего мужчины не единственная, а это дочь, которая, по сути дела, транжирует ваш бюджет в семьями. И, по сути, это дочь, которая эксплуатирует, ну, опять-таки, вашего мужа. Понимаете, проблему вашу не решить теми методами, которые используете вы. Потому что отец, скорее всего, испытывает сильное чувство вины за то, что он не воспитывал дочь, за то, что жена бросила, а для нее это мама, мама бросила ребенка своего, да? И отец считает, что он ей теперь должен, что он должен для нее стараться хоть что-то сделать. Знаете, правильно это или нет, решать уже не нам и не с вами. Поэтому у мужа есть чувство вины, ему нужно обращаться к психологу, чтобы от чувства вины избавляться, чтобы, во-первых, не сжигать им себя, во-вторых, не баловать ребенка, свою дочь, которая, как я понял, достаточно взрослая, хотя вы не пишете здесь, сколько ей лет, пишете, что живет она от нас далеко, но собирается учиться учиться в вашем городе. Собирается учиться, значит, она не настолько еще взрослая, что вот прям у нее своя семья. То есть этот момент, единственный, который вы можете, если вы ему можете сказать, о том, что вот ты не отказываешь, она тебя откровенно использует, ты не отказываешь. Если он скажет, ты чувствуешь вину перед ним, если он скажет «да», то обязательно обратиться к психологу, потому что вина – это не нормально, а вина – это следствия манипуляции за стороны других людей. Это первое. Так, второе заключается вот в чем. Почему вы так сильно ревнуете, почему у вас ненависть? Я думаю, что, ну, по крайней мере, эта причина не фигурирует в ответах экспертов. Ага, так вот, я думаю, что по большому счету вы не до конца уверены в себе. Вы считаете себя чем-то недостойной, чем-то хуже, может быть, чем эта дочь, в которой вы видите, как бы, свою соперницу. Может быть, вы не просили в глубине души своего мужа, а не можете принять в глубине души, что у него был до вас брак, и до вас какая-то жизнь. Может быть, мужчина так никогда о вас не заботился, как он заботится о дочери. То есть он к вам такого и к вашим детям такого внимания, тепла, ласки и заботы не проявлял, а к дочери проявляет. И из-за этого вам кажется, что он вас и ваших детей любит меньше, чем свою дочь. А дочь он любит больше. Понимаете, эта неуверенность проистекает из-за того, что вы сами в себе не уверены. Вы не уверены в себе, вы сомневаетесь в себе, и из-за этого вы ревнуете и ненавидите дочь. Ну, оставьте себя на место вашего мужа. Если бы ваши дети просили вас, сказали вас, что хотят жены купить, вы что, не купили бы, если бы у вас не было возможности? Я думаю, купили бы. А если бы не купили, скорее всего, у вас либо была бы четкая причина, по которой вы этого не сделали, либо у вас была бы то же самое мучила совесть, как и вашего мужа. У кого-то у вашего мужа ситуация такая, что дочь действительно была в тяжелых условиях. И, может быть, муж как бы обоснованно. Он обоснованно ее опекает, обоснованно ей помогает. Потому что он этого ей не додал. А все отдает. Вообще-то, для ребенка это очень даже хорошо. А вот в чем не уверены вы, и почему мужчина о вас так не заботит, это уже момент. И если это так, то вы можете сказать, что ему нужно примерно следующее. Дорогой, Я понимаю, что дочь твоя, это близкий тебе человек. Это человек одной с тобой крови. По сути, ближайший твой родственник. Наши близи, чем я и же мои дети. Я понимаю, что ты будешь на нее делать все, что в твоих силах. Это твое право. Но, мне кажется, что ты уделяешь ей больше внимания и тратишь на нее больше времени и ресурсов, чем на нас. Я тебя принесла к тому, чтобы ты тратил на нас больше, на нее меньше не буду. Но, я бы хотелось, чтобы ты поровну разделил свои ресурсы и свои элементы внимания и поровну уделял их нам. Каждой дочери свою половину, мне и детям свою половину. И, если ты этого не можешь, то, если потребности дочери таковы, что тебе приходится больше внимания уделять ей, чем нам, то я, соответственно, буду делать выводы, и я буду тогда сама искать средства для того, чтобы получать столько внимания и столько ресурсов, сколько мне нужно. Мне и моим детям нужно. И, если это однажды станет другим мужчиной, не обессудь, отнесись к пониманию. Знаете, ваш муж, в принципе, ведет себя правильно. Он заботится о дочери, он хочет ей помочь. Это да, это понятно. Но из-за него не должны трогать вы. И не должны трогать ваши дети. И если это происходит, то вот как раз таки данный момент является скверным. Данный момент является скверным, является негативным и является отвечательным. И здесь это то, в чем вы можете защищать свои интересы. Если же, в принципе, никакого ущерба вам нет, и если мужчина разделяет свои ресурсы все-таки поровну, и, как бы, в равных долях дарит вам и детям внимание и ресурсы, и по этой дочери столько же, тогда проблема в вашем восприятии. Что-то вас в отношении вашего мужа задело. Что-то всколыхнуло. Может быть, детскую обиду на отца. Может быть, какой-то комплекс. Может быть, что-то еще. Но когда вы скандалите, вы показываете мужу свою эгоистичность, и, как бы, говорите ему, что бы он отказался от своей души. Отказался ей помогать, хотя ему ее жаль. И оснований для этой жалости, ну, как бы, хватает. Поэтому, если вы хотите сохранить отношения с твоим мужем, ссориться и скандалить лучше прекратить. При тех моментах, которые описал я, нужно просто сказать мужчине так, поставить себя и действовать уже в своих интересах, по возможности лучше выслушать и принять позицию мужа, поэтому вопрос о будущем спокойной. А если проблема все-таки у вас внутри, то с ней нужно разбираться. Откуда она, почему и так далее. Подобные чувства не присущи уверенному в себе гармоническому человеку, который знает, кто он, куда идет и к чему стремится. Однако чего-то вам не хватает. Возможно, личные границы, возможно, уверенность в себе, возможно, принятие в себе каких-то вещей, возможно, у вас детско-родительские отношения так на вас повлияли. И что это нужно разбираться? Причать вам. Но то, что вы где-то умом понимаете, что так нельзя, да, умом понимаете, что так нельзя, это верно, верно. А вот то, что вы не можете справиться с собой, тут надо присущенно к себе. Что вами движет? Что вами движет? Ненависть. Конечно, ненависть к чему? В чем вы ущемлены по вашему мнению? Ну, помогает отец своей дочери. Это не бывшая жена. Это не женщина. Вам это ничем не угрожает. Но просто отец помогает своему ребенку. Так, в принципе, и должно быть. В чем вас конкретно это ущемляет? Боитесь, что вы остаться без денег? Боитесь, что вы остаться без внимания? Что-то еще вы боитесь? Вот об этом и нужно с вами разговаривать. Тогда семья имеет все шансы на то, чтобы сохраниться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok